Физкульт привет, дорогие зрители! Сегодня четверг, а значит пришло время спортивных новостей. В эфире программа Овертайм. С вами ее ведущий Игорь Соколов. Вначале коротко о темах выпуска. Шахматы на свежем воздухе. На Коммунистической прошел первый уличный турнир среди полевчан. Вышла на всероссийский уровень. Гимнастка из Полевского приняла участие в соревнованиях в Казани. Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков 2009 года рождения. Борьбу вели две полевские команды. А теперь более подробно. После масштабной реконструкции улицы Коммунистическая на ней появились шахматные столы. Для всех желающих организовали открытый турнир по шахматам, в котором приняли участие как юные спортсмены, так и ветераны. За баталиями наблюдали не только прохожие, но и мы. Руководитель клуба «Гамбит» Виктор Никонов сегодня здесь проводит открытый турнир по шахматам. Игроки соревнуются в Блице с контролем времени 8 минут. Проводится в честь открытия улицы Коммунистической после реконструкции. То есть, понятно, что впервые, потому что шахматные столы здесь установили в период реконструкции. Планировался он в пятницу, но был отменен из-за дождя. Сегодня последний, видимо, погожий день. Теплый в этом году. Вот мы воспользовались этим. Среди участников есть юные шахматисты, а есть уже опытные. Председатель шахматного клуба Совета ветеранов СТЗ «Дебют» Анатолий Григорьев с детства увлекается этим видом спорта. Сейчас ему 85 и по сей день с удовольствием играет и даже участвует в турнирах. С 8 лет я начинал играть в шахматы. Сейчас мне 85 лет. И, конечно, жесты не те, бывают и ошибки. Но, тем не менее, любитель шахмат. Сегодняшний турнир вам понравился? Понравился. На свежем воздухе первый раз. И действительно, вот так мы в новых условиях на природе первый раз играли. Опыта ветеранам не занимать. Несмотря на свой возраст, за доской они делают уверенные ходы. Фигуры под их руководством превращаются в могучих воинов, которые дадут фору многим молодым шахматистам. Владимир Боковиков, чемпион Свердловской области по шахматам среди ветеранов, дважды чемпион города, сегодня не проиграл ни одной партии. Поэтому его победа в турнире была ожидаемой. Первый раз такой. Ну, вообще-то мы и в дворце спорта раньше участвовали. Тоже на этом. Проиграл. Ну, это раньше было сейчас. Раньше народа очень много было. По итогу турнира все участники получили символические призы, но главное – позитивные эмоции. Ведь они стали первыми участниками турнира по шахматам под открытым небом в Полевском за новыми уличными столами. Воспитанница школы художественной гимнастики Ольги Глацких из Полевского прошла отбор и приняла участие во всероссийских соревнованиях. Мы побывали на одной из тренировок юных гимнасток и посмотрели, как готовят будущих чемпионок. В Полевском школа олимпийской чемпионки по гимнастике Ольги Глацких работает 4 года. Уже есть спортивные успехи. Анастасия Носкова занимается гимнастикой 3 года, пришла тренироваться в возрасте 5 лет. Этой осенью прошла отбор на всероссийские соревнования и отправилась выступать в Казань. Анастасия меня порадовала. Она выступала с обручем, без потерь выступила. Собралась, потому что бывало так, что у нее бывало, не получалось. Но тем не менее, даже на таком уровне она себя показала достаточно достойно. Она достойно защитила честь именно нашей школы Ольги Глацких. Я как тренер в целом довольна выступлением Анастасии. Она очень девочка целеустремленная, работает очень много, не погладая рук, понимая, для чего она сюда ходит. И я считаю, что именно этот ее характер, ее упорство именно вывело ее на такой уровень. Сама Настя очень впечатлена поездкой. Хоть пока и не удалось занять призовое место, она увидела уровень других участниц. С тренером провели работу над ошибками и теперь у Анастасии новая цель. На достигнутом останавливаться не собирается. Очень много впечатлений, то, что какие там сильные девочки, у них были очень красивые ноги, красивые купальники. Они все делали очень хорошо и красиво. Мне захотелось сделать так же, идти дальше и делать сложнее элементы, стоять дольше, прыгать выше. За выступлением Насти на всероссийском уровне наблюдали здесь другие гимнастки, которые занимаются вместе с ней. Ведь это первые в истории Полевского филиала школы подобные соревнования. День отъезда, когда мы поехали отсюда из зала, все девчонки прям поддержали, обняли, прям, ну, напыцные слова какие-то сказали. Но они прям, девчонки, здесь переживали, потому что здесь у нас большая спортивная семья. Все друг за другом болеют, переживают. И Анастасия даже сейчас немножко расплакалась, когда девчонки просто подошли и приобняли, и пожелали ей удачи. Анастасия Носкова посещает все дисциплины, которые доступны сегодня в школе. Это групповые тренировки, индивидуальные хореография. Работают по максимуму, чтобы достичь новых вершин. На стадионе Труд прошли игры первенства Свердловской области по футболу среди команд мальчиков 2009 года рождения. В рамках второго тура за 11-е, 20-е места боролись пять команд. Полевской представляли воспитанники спортивной школы Сайверхот. А в первой десятке выступала команда Альском. Об итогах тура прямо сейчас. С 4 по 6 октября на стадионе Труд проходили игры первенства Свердловской области по футболу среди команд мальчиков 2009 года рождения. В первый день соревнований представители спортивной школы Полевского городского округа команда Сайверхот принимала урожай из верхней синячихи. Юные футболисты играют на все поле два тайма по 35 минут. В первом полевчане сумели организовать голевую атаку и открыть счет в матче. После перерыва игра выровнялась и успокоилась. Пожалуй, самый опасный момент возник у ворот команды Урожай, когда нападающего Сайверхота сбили на подходе в штрафную. Но форвард хозяев поля был неточен. Больше шансов поразить ворота соперника найти никто из футболистов не смог. Матч закончился победой Полевчан с минимальным счетом. Впечатления по сегодняшней игре? Ну, 50 на 50 играли. В первом тайме более-менее нормально. Держали мяч. Во втором тайме что-то как-то не складывалось, теряли. Ну, пытались продвинуться вперед через пас, но теряли мяч. Из-за этого получали моменты своего рода. Тренер что говорил вам в перерывах, может быть, или до игры как настраивал? Ну, говорил то, что меньше потерь надо допускать вот таких вот на своей половине поля. Да, и то, что типа играть собрано. По итогу розыгрыша первенства Свердловской области команда Сайверхот, которая вела борьбу за места с 11 по 20, заняла 11 место. Вторая полевская команда Альском взобралась на 10-ю строчку таблицы. Вы смотрели программу Овертайм. Следите за новостями в наших социальных сетях. Мы публикуем их ежедневно. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok